Малая Ахмата схватился за ногу Олега Иванова, оказался на газоне. Ой-ой-ой-ой, но здесь нужно, конечно, разнять тут сразу несколько очагов. Ребята, приветствую вас на «Спорте без причины». И сегодня у нас новостная рубрика с немножко несвежими новостями. Чуть-чуть. И первая новость у нас, конечно же, про российского бизнесмена, который выбежал на футбольное поле с пистолетом. Куда же мы без русских бизнесменов, которые выбегают с пистолетами на поле? Или кому-нибудь угрожают стволами? Без этого русские бизнесмены не русские бизнесмены. На матче чемпионата Греции между клубами «Паок» и «Аек» произошел скандальный случай. На 90-й минуте защитник «Паока» Фернандо Варрелло забил гол, благодаря которому команда смогла выиграть. Но арбитр посчитал, что мяч забит из положения вне игры и отменил взятие ворот. Российский владелец клуба Иван Савади оказался так сильно возмущен решением судьи, что выбежал на поле с оружием в руках. Судя по всему, на бизнесмена так повлияли последние неудачи клуба. «Паук» борется за чемпионство, но недавно его подвергли дисциплинарному наказанию за грубое поведение фанатов на встрече с клубом «Олимпиакос». А в следующем же матче арбитр отменил гол, что вывело Савади из себя. В итоге встреча была прервана, так как «Аек» отказался продолжать игру, опасаясь за свою безопасность. Любопытно, что после всех событий судья все же засчитал злосчастный гол «Паоку». Представители «Афинян» сообщили, что подадут жалобу на Савади, FIFA и UEFA. Но извиняться, как вы знаете, будут другие. Если бизнесмен будет признан виновным, то его клубу грозит матч без зрителей, снятие очков или даже понижение в дивизионе. Кроме того, чемпионат Греции может быть приостановлен, а все местные клубы рискуют получить исключение из турниров под эгидой FIFA и UEFA. Греческие власти уже выдали ордер на арест Савиди. Лично его могут наказать штрафом от 50 тысяч евро и отлучением от футбольных стадионов на срок от 3 до 5 лет. А следующий по счету у нас футбольные драки. А именно драки футболистов на матче «Арсенал», «Тула» и «Ахмат-Грозный». На последних минутах матча игроки обеих команд подрались между собой. Драка началась после того, как «Арсенал» открыл счет. В добавленное время Гаран Чаушич забил гол, который оказался для тульского клуба победным. Игроки «Ахмата» попытались оспорить взятие ворот. По их мнению, «Арсенал» должен был в этом моменте выбить мяч за пределы поля, так как игрок «Ахмата» Олег Иванов потерял мяч после столкновения со своим же партнером по команде «Махамадди». По мнению гостей, «Арсенал» должен был выбить мяч, чтобы врачи могли оказать Иванову помощь. Арбитр матча Владислав Безбородов после драки показал красную карточку защитнику «Ахмата» Родолфа, а также по желтой карточке игрокам «Арсенала» Артему Дзюбе и Грии Григалаве и футболисту «Ахмата» Андрею Семенову. Также предупреждение получил и автор гола Чаушич, который снял футболку, празднувая взятие ворот. Ну а третья новость – что-то из мира реально необычных рекордов. На зимнем чемпионате по легкой атлетике в Бирмингеме был установлен своеобразный рекорд. Впервые в истории судьи сняли с забега на 400 метров всех его участников. Первым был дисквалифицирован представитель Катара – Абдалела Харун за фальшстарт. Это нормальная тема. Остальные четыре участника забега смогли добраться до финиша. Однако все четверо впоследствии были дисквалифицированы. Судьи посчитали, что они все, включая одного из лучших бегунов сезона Бролона Топлина, вышли за пределы своих дорожек. Все спортсмены могут подать апелляцию на такое решение судей. Международная ассоциация Федерации легкой атлетики назвала данную ситуацию беспрецедентной и подтвердила, что все участники одного из забегов были дисквалифицированы впервые в истории проведения крупных турниров. Четвертая же новость, как обычно, про драки. Хоккеист ударил судью во время матча. Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко ударил судью Владислава Киселева во время матча ветеранов. Инцидент произошел на Кубке вызова среди ветеранов подмосковным Одинцова. Коваленко принимал участие в матче как игрок и ударил судью после того, как ему не понравилось одно из решений Киселева. Удар пришелся в челюсть. И хотя арбитр смог продолжать матч, после игры он был отправлен в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Киселев сообщил, что обратился в полицию. Первый президент КХЛ Александр Медведев заявил, что Коваленко раскаивается в произошедшем. Но, тем не менее, в матче за третье место не сыграет, поскольку он до этой игры не допущен. Че ж всем так нравится кулаками махать? А вот пятая новость у нас из разряда митинговочных. Биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени. Уже несколько стран объявили, что не станут участвовать в соревнованиях, которые пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта. Первым бойкот объявили США. В поддержку чистого спорта и собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях. В реальности я уверен, что они просто боятся наших глупников. Спортсмены заняли такую позицию, так как Россия не соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства. Это полная брехня. Следом за ними отказались от участия Чехия, несмотря на то, что игнорирование этапа Тюмени может повлиять на квоту для их спортсменов на следующий чемпионат мира. Помимо них, с жесткой критикой России выступила также Франция. Однако ее лидер Мартен Фуркат заявил, что все же намерен отправиться в Тюмень. Шведский биатланец Себастьян Сумуэльсон тоже объявил, что не приедет на тюменский этап, так как в России нет действующей антидопинговой организации. Он рассказал, что получил много сообщений с угрозами в сети из России. Ему писали о том, что он плохой человек, что его ждут в России, чтобы расправиться с ним, и угрожали смертью ему и всей его семье. Это также стало одной из причин, по которой он не намерен участвовать в тюменском этапе Кубка мира. По словам Самуэльсона, более 30 биатланистов из 8 стран, в том числе и 3 победителя самой свежей Олимпиады, обратились в IBU с требованием перенести соревнования, но этап Кубка мира все равно состоится в Тюмени. Ура! Хотим это мы или нет, мы сами влияем на свою судьбу. И на данный момент все хотят, чтобы Россия лишилась спорта. Что мы можем с этим сделать? Заниматься спортом для себя, а не для других. Ну или просто не грустить. Подписывайтесь на канал, ставьте лукусы, ждем вас снова! Субтитры сделал DimaTorzok